Время новостей на телеканале Север. В студии Ксения Носова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Новости об эпид-обстановке в НАУ становятся похожие на фронтовые сводки. В выходные от коронавируса умерли еще два человека. Всего шесть летальных исходов за последние две недели. Время новостей зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19. Начальник отдела надзорного ведомства, подозреваемый в получении взятки в размере 200 тысяч рублей, задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по Архангельской области. Возбуждено уголовное дело. Крестный ход в Пустозерск на месте первого русского города за Полярным кругом прошел традиционный летний молебен, посвященный Дню памяти всех святых. Новости об эпид-обстановке в регионе становятся похожи на фронтовые сводки. В выходные от коронавируса умерли еще два человека. Всего шесть летальных исходов за последние две недели. Для нашего немногочисленного округа это высокий уровень смертности. Плюс еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией жителей Ниньского округа прибавилось за минувшие выходные в неутешительную статистику Роспотребнадзора. В настоящее время на лечении от COVID-19 находятся 89 жителей округа. Из них 24 человека лечатся в стационаре. Остальные 65 – амбулаторно. Все амбулаторные больные получают необходимые лекарства бесплатно. Инфекционный стационар Ниньской окружной больницы рассчитан на 30 ковидных коек. При необходимости с ухудшением эпид-обстановки в больнице готовы развернуть еще 30. Возможности есть развернуться почти на 60 коек. То есть, если у нас будет приближаться количество к 30, то есть больше одного отделения, тогда уже будет речь идти о развертывании еще в одном отделении. Примерно такого же количества коек. В связи с ростом заболеваемости губернатор Ниньского автономного округа дал распоряжение профильному ведомству в оперативном порядке приобрести дополнительное оборудование в Ниньскую окружную больницу. В первую очередь 10 новых аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких. В регионе с начала пандемии зарегистрировано 10 летальных исходов от коронавируса. Из них 6 человек умерло за последние две недели. С каждым днем увеличивается количество контактировавших с заболевшими. И это понятно. Чем больше пациентов с COVID-19, тем больше круг, общавшийся с ними близко. В настоящее время на учете в региональном управлении Роспотребнадзора состоит 297 человек. Все они будут протестированы на наличие или отсутствие инфекции. Понятно также, что это далеко не весь круг людей, с которыми могли контактировать заболевшие. За все время пандемии в регионе проведено уже более 28,5 тысяч ПЦР-тестов. Вот говорят медики, что в третью волну заболевание протекает более агрессивно, нежели в первые две волны. И что возраст пациентов снизился. То есть, раньше болели более взрослое население, то теперь уже болеют и более молодые. Конечно, трудно судить, насколько тяжелее протекает заболевание, потому что осенью все-таки было намного больше больных. Сейчас у нас вот она, месяц как началась эта волна. На амбулаторном звене тоже достаточно много больных. Скажем так, эта волна более остро началась. Сразу захватило большое количество населения. То есть, это были не просто, началось не с единичных больных, сразу с большого количества, как на амбулаторном звене, так и на стационарном звене. Ну и однозначно надо сказать, что сейчас молодой возраст заболевших встречается несколько чаще, чем весной. Лечение коронавируса осложняется хроническими заболеваниями пациентов. Поэтому медицинские работники рекомендуют людям, имеющим такие заболевания, после консультации с врачами все-таки вакцинироваться. И когда мы говорим, что надо вакцинироваться, мы как раз имеем в виду вот такие ситуации в том числе. То есть, если внимательно посмотреть аннотацию, там ведь не написано, что при всех хронических заболеваниях нельзя вакцинироваться. Что касается самих работников здравоохранения, то они вакцинировались в первую очередь, поскольку осознают, насколько коварен вирус, с которым они сталкиваются каждый день, выполняя свои профессиональные обязанности. Не вакцинированы в основном те, кто либо поболел и сейчас дожидаются не ковидом, а просто простудными заболеваниями или обострением хронических было. И вот они дожидаются вот эти 10-12 дней, чтобы пройти вакцинацию. В Ненецком автономном округе действует обязательный масочный режим. Носить маски необходимо во всех общественных местах. При первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью. Не переносите болезнь на ногах, не распространяйте вирус в коллективах, берегите близких. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди населения Ненецкого округа продолжает набирать обороты. Единственный способ остановить вирус и сохранить здоровье населения – это пройти курс вакцинации. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг либо в своей медицинской организации. По субботам привиться можно без предварительной записи в городской поликлинике и поликлинике поселка Искатели. А с 3 июля – и во Дворце культуры Арктика в порядке живой очереди. Новый пункт вакцинации от коронавируса размещен в холле учреждения культуры на первом этаже. Он будет работать ежедневно, без выходных. Пункт оборудован всем необходимым, в том числе морозильной камерой для хранения вакцины «Спутник В». В новом пункте работает врач, медсестра и администратор. В случае, если образуются очереди, граждане могут пройти к администратору и записаться в лист ожидания. Люди идут очень активно. На данный момент у нас, получается, вакцинация идет и во взрослой поликлинике, и здесь, в дополнительном пункте. В результате у нас, получается, за третье число вакцинировалось 135 человек, за воскресенье у нас вакцинировалось 45 человек. Работу нового пункта вакцинации обеспечивает Ненецкая окружная больница. Вакцинация в нем организована в будние дни с 12 до 18 часов, в выходные дни с 10 до 16 часов. Привиться здесь сможет любой гражданин старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. «Для того, чтобы пройти вакцинацию, нам с вами необходимо принести три документа. Это паспорт, полис и снился в обязательном порядке. Документы нужны для того, чтобы внести все в систему. Опять же, чтобы у нас с вами был привычный сертификат. Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо подойти к администратору. Администратор уточнит первичное или повторное у нас идет с вами вакцинация, первый или второй этап. И затем пригласит вас на заполнение документов. То есть, это у нас с вами анкета и согласие». Напомню, привиться можно в любой из трех имеющихся в регионе вакцин – «Спутник В», «Кови-Вак» и «Эпивак Корона». Следственными органами Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника территориального отдела Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, получения должностным лицом взятки в крупном размере. Об этом сообщила 5 июля пресс-служба ведомства на своем официальном сайте. По версии следствия, в 2021 году начальник отдела надзорного ведомства, используя свое должностное положение, склонил представителя коммерческой организации к передаче ему незаконного денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей за бездействие при организации проверок участка ведения буровых работ. Подозреваемого при получении взятки задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Архангельской области, говорится в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски и изъята необходимая документация. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие ведет на Ринмарский межрайон и следственный отдел следственного управления СК России по Архангельской области и Ненинскому автономному округу. Чествование сотрудников ГИБДД, показательные мастер-классы для юных северян, демонстрация обмундирования и автопарка окружной инспекции. 3 июля в Ненинском автономном округе прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию госавтоинспекции. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Когда я еще могу посидеть за рулем машины госавтоинспекции? Сегодня для всех гостей праздника, посвященного 85-летию со дня образования ГАИ, была представлена возможность поизучать технопарк изнутри. Ежегодно 3 июля в России отмечают профессиональный праздник сотрудники ГИБДД. Одно из самых старейших служб в правоохранительных органах государства. Главная задача госавтоинспекторов – это обеспечение безопасности дорожного движения. В торжественном мероприятии по случаю юбилея ГИБДД и профессионального праздника сотрудников госавтоинспекции приняли участие начальник управления МВД России по Ненинскому автономному округу полковник полиции Максим Кузнецов, заместитель губернатора Ненинского автономного округа Вадим Соков, председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов и сенатор Российской Федерации Денис Гусев. Официальные лица поздравили сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и вручили награды отличившимся за профессионализм и безупречную службу. После официальной части праздника сотрудники госавтоинспекции организовали для подрастающего поколения различные интерактивные площадки. Дети с младшего возраста должны знать правила дорожного движения и соблюдать безопасность на дорогах. Сегодня мероприятие, посвященное дню госавтоинспекции 3 июля, которое у нас проходит, Решили устроить мероприятие для детишек, то есть всякие конкурсы, эстафеты, викторины по ПДД. Ну, выставка спецтехники, еще есть выставка оружия, машинки для детей, то есть велосипеды могут покататься, мотоциклисты. Достаточно большое разнообразие интерактивных площадок и познавательных викторин доставили немало эмоций воспитанникам детского сада поселка Искателей. Сегодня юбилей, 85 лет службе ГИБДД. Мы с воспитанниками нашего детского сада подготовили им небольшой сюрприз, открыточку с поздравлениями и ребята нашего детского сада нарисовали очень интересные, красочные, яркие рисунки с сотрудниками этой службы. И мы сегодня получили колоссальное удовольствие от того, что дети смогли побыть в и форме сотрудника полиции, да, и посмотреть, потрогать оружие, да, которым они пользуются, попользоваться техникой, да, поэтому мы сегодня получили массу эмоций. Посидеть за рулем служебного автомобиля, покататься на самокате, познакомиться с правилами дорожного движения и поучаствовать в спортивной эстафете, а главное, лично поздравить сотрудников ГИБДД с праздником решил воспитанник детского сада Артем Соклаков. Теплые слова сотрудникам ГИБДД пожелали не только гости праздника, но и их коллеги. В первую очередь хочу поздравить всех ветеранов госавтоинспекции, пожелать им крепкого здоровья, самое главное, ну, чтобы они знали, что мы всегда о них помним. Молодому поколению хотелось бы обратиться, что постигали знания в целом, в принципе. Для сотрудников это успехов в работе, самое главное, и карьерного роста. Коллектив телеканала «Север» желает сотрудникам ГИБДД дальнейших успехов в внесении службы на дорогах Ненецкого автономного округа. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Духовенство и прихожане Богоевленского кафедрального собора посетили Пустозерск. Во время крестного хода на месте первого русского города за Полярным кругом прошел традиционный летний молебен, посвященный Дню памяти всех святых. Старинное городище в 20 километрах от Наринмара верующие посещают несколько раз в год. Для участников крестного похода это не только возможность прикоснуться к истории, но и помолиться на месте древнего религиозного центра. Крестный ход в Пустозерск всегда посвящен этому делу, о чем звучали молитвы, о чем и просили Бога. Он посвящен великому, действительно Божию делу, над которым труждается вся Русь, сохранившая веру, живущая верой. Этот крестный поход в Пустозерск, традиционный, летний, посвящен возрождению нашего Отечества, духовному возрождению. По окончанию молебна сотрудники окружного музейного объединения рассказали участникам об истории Пустозерска, который был образован более 500 лет назад. Пустозерск в период своего рассвета представлял из себя острог. Он был обнесен чистоколом, находился он в южной части городища. Было у него пять наугольных башен, одна была проездная башня. И внутри этого острога находились все, так скажем, административно важные постройки. Добавлю, 2021 год – юбилейный для самой северной епархии Русской Православной Церкви. Десять лет назад было принято решение о создании Наринмарской и Мизинской епархии. Волонтеры молодежки Общероссийского народного фронта помогли ветерану окружного здравоохранения, заслуженному врачу Российской Федерации Татьяне Николаевне Зуевой, в реализации очередного социального проекта в сфере медицины. Катрина Тайбарей продолжит. Для волонтеров нет летних каникул. Они готовы прийти на помощь всегда. Так, в минувшую пятницу команда молодежки отправилась к заслуженному в округе ветерану Татьяне Зуевой. Волонтерам предстоит научить Татьяну Николаевну работать в приложении Zoom и помочь разобраться с принтером. Они мне очень помогают. Это замечательная организация, потому что социальное обеспечение – это хорошо, но есть вещи, которые социальное обеспечение просто не входит в их компетенцию, в их возможности. А ребята помогают. Татьяна Николаевна по образованию врач. Основное образование получила в области клинической ординатуры по инфекционным болезням. С 1985 года была заместителем главного врача Ниньской окружной больницы. С 1992 года до 2014 года проработала главным врачом центральной районы поликлиники Заполярного района Ниньского автономного округа. В настоящее время Татьяна Николаевна находится на заслуженном отдыхе, но продолжает вести активную общественную работу. Совместно с Архангельским медицинским институтом, Общественным советом при Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты и общественной организацией «Женщины Арктики» она готовится к реализации социального проекта в сфере медицины. Это вопросы санитарного просвещения, самообучения, профилактики, доврачебной помощи, то есть грамотность медицинская населения, который мы назвали, проект мы назвали «Помоги себе сам». Это связано с тем, что сейчас в поликлинику в связи с этим ковидом и попасть трудно, и у врачей не хватает ни времени, ни сил. В общем, помоги себе сам. Как говорит Татьяна Николаевна, техническое обеспечение проекта полностью в руках волонтеров. С их помощью через платформу Zoom он и будет реализовываться. Парвина Мамуровна активно занимается волонтерской деятельностью с начала пандемии коронавируса. Девушка с большим добрым сердцем старается помогать людям, кому это необходимо, в свободное от учебы и работы время. Вижу со стороны, что людям очень нужна помощь, особенно во время пандемии коронавируса. Я не остаюсь равнодушным, помогаю всем. Я не хочу видеть, как люди нуждаются в помощи и никто не помогает. Мы из-за этого, из-за молодежки ВНФ всегда рады помочь всем. Татьяна Николаевна живет в компании «Девяти кошечек». Пишет рассказы и стихи. Является членом литературного объединения «Заполярье», член общественной организации «Женщины Арктики» и Совета ветеранов поселка Искателей. Помимо серьезной помощи с реализацией проекта и распечаткой рассказов, была и маленькая просьба для души. Я люблю музыку, и дорогу музыка, и здесь музыка. Они будут меня обучать, как создавать файлы отдельные музыкальные, и потом эти файлы можно будет перенести на флешку, чтобы потом с флешки уже заряжается приборчик. Я забыла, как он называется. Он воспроизводит звук, и я буду счастлива. Немножечко для счастья. Команда молодежки ОНФ в Ниинском округе всегда рада новым лицам и призывает неравнодушных граждан, которые готовы искренне помогать другим присоединиться к их рядам активных и отзывчивых ребят. На экране вы можете увидеть ссылку на группу молодежки ОНФ ВКонтакте, где вы также можете задать интересующие вопросы и присоединиться к команде волонтеров. Катрина Тайберей, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.